Всем привет! Вы на моем канале. И сегодня я хотел бы побеседовать с вами о масляной живописи. Точнее, дать парочку советов всем тем, кто хочет рисовать не только классные картины, но и существенно на этом сэкономить. Первый вопрос, возникающий у всех, кто впервые взял в руки масляные краски, это на чем же ими рисовать? Большинство людей ответит вам сразу, конечно же, на холсте. Но это не совсем так, потому как масло, это краски универсальные, и рисовать ими можно практически на любой поверхности. Главное, чтобы она была подготовлена. Что же касается холста, то штука эта достаточно дорогая. Вы можете убедиться в этом, зайдя в любой художественный магазин. Покупая готовый загруктованный холст, вы также можете быть недовольными его качеством. Можно и самому изготовить холст. Но это требует, опять же, немалых денежных вложений, а также больших затрат времени и немалого труда. Холст – штука не слишком удобная для рисования на нем карандашом, то есть нанесения предварительного рисунка перед вашей работой. Поэтому зачастую художникам приходится переносить рисунок с помощью гиперобальной бумаги, либо наносить его углем. В общем-то, это, опять же, достаточно неудобно. Холст – хрупкая штука, он легко портится, протыкается, грунт легко отваливается, случиться с ним может, все что угодно. Я предлагаю рассмотреть такую альтернативу холсту, как картон. Точнее сказать, он называется переплетный картон. Это специальный уплотненный картон, на котором также можно рисовать масляными красками. Более того, если вы читали специализированную литературу, например, такую, как «Техника живописи» Дмитрия Иосифовича Киплика, там сказано о том, что картон может быть использован для живописи масляными красками без предварительной подготовки, потому как, если вам очень хочется, вы можете также его и загрунтовать. Картон имеет ряд неоспоримых преимуществ перед холстом. Вот возьмем простой лист. Он гораздо более крепкий. Его не так жалко, потому что стоит он в разы дешевле. Такой картон я обычно покупаю в одном магазинчике художественном. Он продается большими листами размерами 100 на 70 сантиметров и различается немного по толщине. Соответственно, по цене он будет варьироваться от 150 до 200-210 рублей, в зависимости от региона и вашего конкретного магазина. Картон легко режется вот на такие вот квадраты, а также вы можете выбрать абсолютно любой размер обычным канцелярским ножом. Толщина картона зависит лишь от того, насколько он будет прочен. Но сразу скажу, что даже минимальная толщина картона ничуть не ухудшит вашу работу, потому как, например, вот эта работа выполнена на картоне толщиной всего полтора миллиметра и ничуть не хуже, чем на холсте. Вы можете спокойно делать на этом картоне рисунок, не боясь его испортить. Нажимать карандашом так, как вам хочется. Можете стереть неподравившуюся вам работу и перерисовать ее заново. И с картоном ничего не случится, поверьте мне. Я рисовал и на холсте, и на картоне масляными красками. Но существенной разницы я не заметил. Поэтому большинство моих работ выполнено именно на картоне. Что же касается специальной подготовки, как таковую я ее не делаю. Единственное, что я с ним произвожу, это перед началом работы масляными красками я просто прокрашиваю его обычным подсолнечным маслом. То есть наливаю в емкость, небольшую емкость, чуть-чуть подсолнечного масла, беру любую кисть и просто прорабатываю всю поверхность. Буквально 2 минуты на это уходит. Потом выжидаю некоторое время. Обычно я делаю это с вечера, а приступаю к самой работе непосредственно уже на следующий день. Но вы можете выжать пару-тройку часов. Не рекомендую сразу после нанесения масла начинать работу красками, потому как образующаяся масляная пленка, во-первых, сделает картон изначально более темным, рисунок будет хуже видно, но впоследствии он, конечно же, посветлеет. К тому же масляная краска будет хуже ложиться на картон, потому как та же самая пленка масла будет мешать впитыванию внутрь картона. Для того, собственно, и производится прокраска, дабы ваши работы со временем не прожухали, то есть чтобы цвета оставались такими же яркими и насыщенными. Я думаю, с картоном мы разобрались. И лайфхак номер два. Это разбавитель для масляных красок. В любом художественном магазине вы, конечно, сможете его найти и приобрести. Цена его варьируется, наверное, рублей от 300 с лишним. Это минимальная. И дальше по нарастающие. За флакончики размером, ну, наверное, 200-250 миллилитров. На много ли вам их хватит? Ну, скажу сразу, не на много. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать любые органические растворители, такие как керосин или вайтспирит. Да, запах не очень приятный. Правда, со временем привыкаешь. Но соотношение цена-качество просто великолепное. Мизерные денежные затраты, которые вы произведете на покупку какой-нибудь канистры керосина в 5 литров, помогут вам рисовать и не задумываться ни о чем, как минимум, на протяжении года, а может быть и больше. Поэтому выбор, как всегда, за вами. Лично я не заметил совершенно никакой разницы работая разбавителями, купленными в специализированных магазинах и работая на керосине. Как раз-таки я все практически свои работы лучше написал именно на разбавителе керосине. На сегодня на этом все. Я желаю вам творческих успехов. Заходите на канал. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте свои комментарии, лайки, либо дизлайки. Также на канале вы можете увидеть ролики про кино. Мы разбираем там различные кинофильмы, как новые, так и старые. Приобщайтесь. Возможно, вам это тоже придется по вкусу. Всем пока, до новых встреч!